Мальчишек, радостный народ, коньками звучно режет лёд. Здравствуйте, это программа Юниор. Я Екатерина Алфёрова. И я, Катя Лебедева, продолжаем рассказ о детско-юношеских секциях Момской области. Коньки – одно из самых популярных спортивных увлечений людей. А какие, Катя, ты знаешь, виды спорта, связанные с коньками? Ну, фигурное катание, хоккей, конькобежный спорт. И шорт-трек. Вот именно о секциях по шорт-треку мы сегодня подробно поговорим. Конькобежный спорт шорт-треку розни. В чём отличие? Нужно выбежать первым, финишировать первым. Тогда ты пройдёшь в следующий круг соревнований. Почему дети выбирают шорт-трек? Шорт-трек – это часть жизни. Здесь очень много друзей. И так хочется кататься на коньках всегда. Как уберечься от травм на скользком льду? Всему научат тренеры. Если ребёнок не пропускает тренировки регулярно, справляется с той нагрузкой, которую ему предлагает тренер, тогда травм не будет. На первый взгляд на льду обычные конькобежцы. Но это только на первый. Если приглядеться, то можно заметить, что как-то уж очень низко проходят они повороты. Угол наклона такой, что спортсмен почти касается льда. И постоянно меняет траекторию движения на своей ледовой трассе. Это шорт-трек. Один из самых молодых и перспективных зимних видов спорта. Название буквально переводится как «короткая дорожка». А в хоккейной коробке спортсмены тренируются не случайно. Их ледовая трасса должна быть длиной 111 метров. Овальной, закольцованной, огороженной бортиками. Для страховки спортсменов от ударов борта коробки выкладываются матами. Красивее вид спорта. Азартнее, чем... Ну, он вышел на дорожку. Конькобежец побежал, не побежал. А тут постоянная смена позиций, постоянная смена ситуации. Забеги проводятся против часовой стрелки на 500, 1000, 1500 и 3000 метров. Спортсмены соревнуются по системе на выбывание. В отличие от классического конькобежца, шорт-трекист бежит по определенной только для него дорожке. А выбирает оптимально выгодную для себя траекторию движения. Время прохождения трассы не имеет решающего значения. Побеждает тот, кто приходит к финишу первым. Шорт-трек придумали канадцы в начале 20 века. Очень быстро идею подхватили европейцы. Особенно активны были англичане. В стране, где погода достаточно капризна, этот неприхотливый вид спорта имел большой успех. Англичане, поняв, что строить большие катки достаточно накладно, стали активными пропагандистами шорт-трека. В 1930 году они уже разыграли национальное первенство. После этого еще несколько десятилетий шорт-трек был в статусе спортивного развлечения. В конце 60-х годов Международный союз конькобежцев признал его видом спорта. А в олимпийскую семью шорт-трек был принят в 1992 году на играх в Альбервилле. Шорт-трек в нашей стране еще очень молодой вид спорта и пока только развивается. Прошло чуть более 20 лет, как он появился в нашей стране. Этим, скорее всего, объясняется то, что, несмотря на большую доступность, он пока, к сожалению, малоизвестен. Всего несколько регионов России, в том числе Омская область, развивают у себя шорт-трек. В Таре и Селькуле, Тюкалинске и других районах успешно работают отделения детско-юношеских спортивных школ по шорт-треку. В Омске ребята занимаются в спортивно-концертном комплексе имени Блинова. Кать, вы собираетесь рассказать про шорт-трека? Пришли на тренировку по степ-аэробике? Нет, мы пришли на тренировку к самым настоящим конькобежцам. Занятия на тренажерах в спортивном зале – очень важная составляющая подготовки. Фитнес и степ-аэробика помогают юным спортсменам укреплять связки голеностопных суставов, тренировать мышцы ног и спины. Они наиболее задействованы в гонках на льду. Кроме того, сама форма проведения занятий в танцевальных ритмах под музыку помогает ребятам избежать монотонности, которая неизбежна при спортивных нагрузках. Силу и выносливость юниоры развивают на тренажерах. Этим упражнением ребята посвящают 2-3 занятия в неделю. У нас получается минут 40 ребята занимаются общей физической подготовкой, и дети-новички занимаются час на льду. Старшие ребята занимаются час 45-2 часа, в зависимости от задач, которые решаются. На льду, как всегда и везде, тренировка начинается с разминки. Затем упражнения. Занятия с младшей группой проводит мастер спорта международного класса Олеся Оськина, победительница первенства мира по шорт-треку 2004 года. Еще совсем недавно тренировалась здесь сама. Теперь она Олеся Сергеевна. Мальчишки и девчонки ловят каждое ее слово. То, чему я научилась в течение 15 лет, передать детям, рассказать им, показать, как это все правильно делается, чтобы они выходили на высокий уровень не только на районе города, области, а выходили выше, на российский, на международный уровень, чтобы показывали достойные, высокие результаты. То есть хочется вот этому научить детей. Эти юные конькобежцы уже знают, что, несмотря на кажущуюся демократичность шорт-трека, в гонке действуют жесткие правила. За их нарушение следует дисквалификация спортсмена. Например, во время соревнований нельзя мешать другим участникам, толкать их. Нельзя срезать дистанцию, пересекать траекторию более быстрого спортсмена. Спортсмен должен, как мы говорим, глаза иметь и на затылке нашим виде спорта, чтобы видеть, ориентироваться среди других спортсменов. Если он едет, допустим, третьим и четвертым, он должен чувствовать ситуацию, просчитывать эту ситуацию, как в шахматах, на несколько шагов вперед. Мне нравится в шорт-треке то, что благодаря этому спорту вырабатывается выносливость, сила воли. Шорт-трек – это скорость и энергия. Ну, моя жизнь. Шорт-трек – это часть жизни. Здесь очень много друзей, и так хочется кататься на коньках всегда. Здесь нужно побеждать, выигрывать на всех соревнованиях, везде ездить, выигрывать, первые места занимать. Тут можно есть с кем посоперничать. Когда я пришла, я не умела кататься, а потом, когда я научилась, мне не захотелось отсюда уходить. Между прочим, в секцию по шорт-треку принимают всех ребят. Для этого совсем не обязательно уметь кататься на коньках. Здесь этому научат. Свой первый круг новички могут преодолеть уже на четвертой-пятой тренировке. Ну, а в первый раз, конечно, ездить, точнее ходить, приходится по бортику. Данил второй раз пришел на занятия. С мужеством и упорством он преодолевает свою первую ледовую дистанцию. Собственная неуклюжесть его не расстраивает. Он точно знает, через это прошли все, и он тоже будет кататься, как остальные. Мне тут понравилось. Я в конце концов научусь кататься. Специалисты сходятся во мнении, что детям имеет смысл начинать тренироваться на коньках именно в шорт-треке. А затем, в зависимости от физических данных, имеющихся успехов, личных предпочтений, определяться, переходить в скоростной бег на коньках или оставаться в шорт-треке. Практика показывает, что очень удачным может быть и переход спортсменов из одного вида в другой уже в зрелом возрасте. Коньки для шорт-трека выше, чем классические. Они четко фиксируют ступню и лодыжку во время бега. Лезвие коньков очень острые и длиной 40-46 сантиметров. Это позволяет спортсмену развивать максимальную скорость на дистанции. Специальные жесткие перчатки предназначены для того, чтобы обезопасить руки конькобежца от возможных порезов коньком. Шлем сделан из прочного пластика и предохраняет голову спортсмена от травм. Весь спортивный инвентарь и экипировку в секции дети получают бесплатно. И залы, и рубики бесплатно, тренажерный зал бесплатно, лед для детей бесплатно. Мы занимаемся бесплатно. Коньки детям тоже мы даем бесплатно. То есть полностью все занятия оплачивает областной бюджет. Шорт-трек в Омской области начал развиваться с 1988 года. Первой звездочкой омского шорт-трека стала Анастасия Разина. Она завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира Венгрии в 1993 году. А дальше все шло по нарастающей. 1994-й. С первых европейских зимних игр молодежи серебряную медаль привез Олег Глебов. В том же году Сергей Кобузев также стал серебряным призером Игр доброй воли в Санкт-Петербурге. А в 2002-2006 годах Нина Евтеева и Татьяна Бородулина в составе национальной сборной выступали на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити и Турини. На сегодняшний день более десятка спортсменов нашего региона входит в составы сборных команд страны. За последние годы в Омской области сделано немало для развития шорт-трека. Создана областная федерация. В течение года проводится 10-12 соревнований. Шорт-трек включен в программу областных праздников Севера и игр учащихся. Тренерами и преподавателями подготовлено два заслуженных мастера спорта, шесть мастеров международного класса, 25 мастеров спорта и 35 кандидатов в мастера спорта. Ежегодно спортсмены школы становятся победителями и призерами чемпионатов России, Кубков России и Первенств России. Сегодня мы побывали на тренировке у юных представителей шорт-трека Омской области и узнали о некоторых особенностях этого вида спорта. Кать, какие у тебя впечатления? Мне очень понравилось. Меня восхитило и удивило, с какой скоростью ребята бегают на коньках. Но я также поняла, чтобы добиться такого уровня, нужно много и упорно тренироваться. Это была программа «Юниор». Занимайтесь спортом. Редактор субтитров А.Семкин